На самом деле, действительно, да, в эти дни народ Израиля отвечает, боже мой, свой самый главный праздник, который только есть из всех, которые существуют, потому что заповедь об этом празднике была дана еще до 10 заповедей. Это основная заповедь жизни всех евреев. И эта заповедь была дана еще даже до выхода из Египта. И сегодня, когда мы... Нас часто спрашивают, был даже разговор с Андреем, а что говорить людям, там, и так далее, мы не понимаем иногда, у меня у самого были на эту тему заморочки, я тоже выяснял, узнавал. Причем тут Пасха, которая будет у нас какого-то там, 16-го, да, марта, апреля в России, там и так далее. Потом еще какая-то Пасха там будет, еще где-то Пасха. Вы знаете, можно долго об этом говорить, я скажу такой самый логичный ответ. Когда евреи выходили из Египта, у них был свой календарь, который существовал с каких времен? Со времен сотворения Адама. И этот календарь, он содержит сколько дней в году? 360. Всегда. Всегда 360. Григорианский календарь, который существует сегодня, он содержит у нас сколько дней в году? 365 и раз в 4 года 366. Естественно, что есть различия в том, когда какие праздники не совпадают. В этом году не совпало. В прошлом году совпало. 4 года назад тоже совпало. Но на самом деле все современные церкви, которые существуют в мире, они привязаны к григорианскому календарю и не к еврейскому календарю, по которому написано как раз Тора. И поэтому, собственно говоря, григорианский календарь не меняется, там установлены определенные даты. И поэтому, так же как всегда евреи празднуют Песох 14-го Ниссана, всегда празднуют Пасху, первое воскресенье после еврейской Пасхи. Так получилось, что вот раз это 16-е число. И на самом деле это не имеет значения, когда мы празднуем Пасху, когда мы празднуем Рождество, для настоящего верующего Пасха и Рождество каждый день. Потому что Рождество – это причина того, почему мы с вами сегодня здесь. Пасха – это, ну, будем говорить так, действие, благодаря которому сегодня здесь, а воскресенье Иисуса, которое празднуется 16-го числа. Кстати, вы знаете, что современная церковь, как православные, как католические, не отмечают смерть Иисуса Христа, отмечают только воскресенье Иисуса Христа. Но если Иисус не умер, то нам не были попрощены грехи, и это очень важно отметить. Поэтому, когда мы с вами говорим о ритуале, который празднуется в праздник Песах, мы должны вспомнить историю того, что происходило сейчас здесь, то, что нам рассказывали наши замечательные прославители практически в полном составе, и вспомнить о том, что же такое процедура прощения грехов. Давайте вспомним, давайте обратимся с вами к Библии. Скажите, пожалуйста, какое наказание за грех? Смерть. Согласны? Что такое грех? Нарушение закона, нарушение заповедей, еще? Мимо цели, тоже хорошее, да. Непослушание, еще? Ну, это уже проявление. Что такое грех сам по себе? Как мы можем определить, что такое грех? Вот когда мы говорим человеку, некоторые смело заявляют, да ты грешник, брат. Знаете, как мы можем объяснить человеку, что он да во грехе или не во грехе? Неисполнение заповеди. Тогда что нам делать с теми, кто родился до заповедей? До Авраама там, скажем. Грешники? На самом деле, как здесь правильно уже сказали, грех – это неподчинение воле Божьей. Первый грех совершил кто? Чего вдруг, спрашивается? Ева. За все отдувается Адам, конечно. Ева первая сказала, что она, наверное, подумает на тему того, постушаться Богу или нет. И она первая, кто сказала, что то, что Бог запретил кушать, хорошо для еды и на вид тоже неплохо. До этого мы знаем, кто решал, что хорошо, что плохо? Бог. Ева вдруг взяла на себя полномочия Бога. Ей было сказано, что наказание за смерть, за грех – смерть. Покушаете – умрете. Скажите, пожалуйста, что произошло в этот момент, когда она покушала? Ну, покушала она плод. И что произошло-то? Кто победил? Грех. Грех победил. Грех пришел и сказал, нет, вы не умрете. И он был прав. Они ведь не умерли. Прямо вот сразу. Умерло два несчастных животных, из которых Бог сшил Адаму и Еве. Два этих самых. Ну, примерно в том, что им сейчас выходили ребята, только из шкуры. Умерло двое. Они не умерли. Но что произошло? Смерть на самом деле, она не выражается в том, что человеческое тело почило, превратилось в прах. Смерть означала для Адама и Евы полное отстранение от общения с Богом. Полное. Он даже настолько не хотел с ними общаться, что он их изгнал, написано, туда, в сторону Вавилона. И плюс еще Херувима поставил с обоюдоострым мечом, чтобы не совались. Мудрецы в Талмуде говорят так, что когда Адам проходил мимо входа в райский сад, он проходил, смотрел и говорил, каким я был глупцом. Мы не знаем, может быть, это правда, может быть, нет, но это написано. И что произошло, когда человек совершил грех, когда он полностью отошел от исполнения Слова Божьего? Что произошло с самим человеком? Давайте вспомним. Что произошло с человеком? Вы еще не проснулись или что? Что произошло с человеком, когда он полностью отошел от общения с Богом? А? Он умер духовно. Но что с ним самим произошло? Что он начал чувствовать? Вину. Он начал чувствовать вину. И это чувство вины сохранилось с нами до сих пор. Дети, даже если вы им чего-то не говорили, не делать, если они что-то дома на школе ходят есть. Ребята, у вас кто руки не поднял, у них руки болят, что ли? Я не понял. Я провозглашаю сейчас исцеление на ваши руки. Еще раз. У кого есть дети? Не, не все. Есть часть, кто здесь сидит. Если ваши дети нашкодили дома, они прекрасно знают, что они нашкодили, даже если вы им не говорили этого не делать. Они пришли, нашкодили, попытались замести следы, но они-то знают, что вы все равно узнаете, что они нашкодили. И с первого шага, как они зашли, они начинают там сусю, мусю, ну, внимание отвлекать начинают. Фиговый листочек там. То же самое произошло с человеком. Он понял, что он виноват. Он понял, что он пошел жить не по воле Божьей. И в этот момент у Бога родилась мысль. Как думал Адам. Он думал, я, наверное, сейчас своих детей накажу, да? Адам так думал. Поэтому он раз и спрятался. Потому что он придумал отмазку. Типа, ну, я же голый, как я тут перед тобой буду стоять? Бог совершенно этого не подразумевал. Но что знал Бог точно наверняка, когда создавал этот мир? Что он знал наверняка? Ребята, просыпайтесь. Уже вечер, пора просыпаться. Бог знал наверняка, что он это сделает. Бог дал свободу выбора не только людям, но и ангелам. Помните, у нас уже был такой в истории случай, когда один товарищ, который нам совсем не товарищ, сплетничал, поносил в Создателя и был низвергнут. Помните? Ну, все же видели, как это происходило. Все помните? И Бог дал и ангелам, и людям право на выбор. Но смотрите, что происходит. Ангелы от создания мира видели, кто такой Бог. Согласны? Они в его окружении постоянно находились. Они его окружали. Они его духи услужения. Человек Бога видел? Написано, Бога не видел никто и никогда. Согласны? Поэтому у человека есть выбор сделать что-то против Бога, но есть выбор и покаяться. У ангелов такой опции нет, потому что они видели. И более того, Иисус говорит своим ученикам, вы видели и уверовали. Блаженны те, кто не видел и уверовал. Потому что наша вера сегодня, мы говорим, наша вера сильная. Мы такие прямо верующие такие. А вы знаете, что все ученики предали Иисуса в пасхальную ночь? Предали, разбежались. Тот, который был самый крутой из них такой, с мечом ходил, Петр его завали, который никогда Петром не был. Он всегда был Шимоном, помните, да? Наш еврейский Сема был. Он сказал, Я за тобой до последнего. Иисус говорит, три раза петух прокурка река, три раза меня предашь. То, что произошло. Он предал его. И когда он предал его, Иисус не сказал ему, знаешь что, все, иди теперь, гори в аду. Он его три раза простил. И Бог свой народ простил. Он Адама не убил. И Еву тоже. Хотя он мог сделать вот так, так, не получилось. Следующего сделаем. Нет. У Бога нет программы Б. У него одна программа. Программа А, с которой он начал и которую он закончил. Он заранее знал, что мы с вами сегодня будем здесь сидеть. Он знал, во что вы будете одеты. Он знал, о чем вы будете думать. Народ думает, может быть, стоит отдать все судьбе. И думает, может быть, мы просто побудем сейчас в присутствии Божьего. Он так все знает. Есть еще такая молитва. Знаете, верующие сегодня любят молиться. Она, кстати, для нас, сегодняшних верующих, не актуальна, если что, эта молитва. Многие думают, что она актуальна для нас. Она не актуальна для нас. Знаете, какая молитва, в которой Иисус молился? Все его молитвы для нас актуальны, а одна нет. Какая? Знаете? Не знаете? Да будет воля Твоя. Знаете почему? Потому что Иисус был Бог. Он мог сам исполнить волю. Но Он сказал, будет воля Твоя. В нашей жизни в любом случае будет воля Его. Другой воли не будет. В любом случае будет воля Его. Вопрос наш не в том, будет ли воля Его. Вопрос в том, послушаемся ли мы волю Его. И тогда она будет в нашей жизни. А какая Его воля? Его воля во благо, а не во зло. Так написано в Библии. Только Он знает намерение своего блага и не во зло. И это Его воля. Если мы прислушаемся, Исайя 1 глава, написано, если придете и послушаетесь, будете вкушать блага земли. А если нет, то извините. Ну, там не написано извините. Написано, меч пожрет вас. Но я не хочу вам на ночь просто рассказывать ужасы. Мы же все слушаем волю Божьей. И вот проходит некоторое время, сбываются обетования и пророчества, которые Бог давал Аврааму. И Авраам умирает, как написано, в полноте дней, в старости своей. Будучи сто с лишним лет отроду, он родил себе еще там 14 внуков. И все у него было хорошо. И вот его потомки 400 лет были в рабстве. 430, если быть точным. Приходит Моисей и говорит им очень странную вещь. Он говорит, вы знаете что, мы сейчас сделаем с вами один такой интересный ритуал. Один интересный ритуал. Десятого месяца Ниссана мы все возьмем домой себе ягненочка. Без порока. Упитанного. Красивого. Чистого. Покормим его 4 дня. На четвертый день мы его зарежем. Возьмем, приготовим из него еду, причем очень простую. Очень простую. Просто мясо и горькие травы. Потом возьмем с вами изов этот самый. Изов он называется. Не знаю, как он на русском. Как? Исоб. На иврите изов. Берем вот этот вот. Кстати, кто-нибудь видел как он растет? Нет? Видел? Видел, как он растет? Нет? Вот такой вот. Вот такой. Но корни 3 метра. Вот такой. 3 метра корни. И кедр такой здоровенный. Полтора метра корни. Он не сказал, возьмете кедр и помажем. Он сказал, возьмете изов и помажете косяки своих дверей кровью этого вагонца. Соберетесь дома. Каждая семья себе самому приготовит. Нельзя сходить к соседу и сказать, знаешь, что это? Ну, я это. Ну, сэкономить часа. Давай я с тобой твоего огненка покушу. Нет. Написано, каждый у себя дома, чтобы ел. Кровью помазать. И говорит, когда буду проходить с ангелом в смерти по Египту, те, у кого помазано, не трону. А у кого не помазано, извините. Люди помазали свои косяки. Все помазали? Нет. Вопрос. Все евреи помазали? Нет. Вопрос. Египтяне все помазали? Не все. Но те, кто поверили, помазали. Смотрите, что Бог говорит. Он не говорит, я пройду по земле египетской, заглянув в дома евреев, еще проверю, чтобы если все, кто за столом садит, были обрезаны, и только тех, кто обрезаны, тех не трону. Он ведь не так говорит. Он говорит, все, у кого на дверях будет помазано кровью, все спасутся от смерти. А у кого не будет помазано, не спасутся. Смотрите, что произошло. Евреи, Божий народ, не все это сделали, а египтяне, которым только что, вот буквально там пару дней, как саранчу, кровь, что там еще, лягушки, тьма, град, они сказали, знаете, с таким Богом лучше не шутить. Надо помазать. И помазали. И их тоже ангел смерти не тронул. Сегодня очень много инсинуаций на тему, ну, да, там саранча мигрирует, знаете, она, ну, все совпало просто. Моисей же, он же, он знал, как бы, ну, он пророком был, или кто он там, но он знал, что придет саранча, и он об этом сказал. Многие говорят, еще, Нил, там, красные водоросли, знаете, растут. Река, минуточку. Саранча, когда мигрирует, она мигрирует не с ветром, она мигрирует, как хочет, и она покрывает все, что только можно было покрыть. В Библии написано, что то место, где жили евреи, туда саранча не залетела, только там, где египтяне жили. Скотина померла всех у кого? У египтян, у евреев осталось целое. Нил не превратился в красные из-за водорослей. В Библии написано, вся вода стала кровью. То есть, и та, как показано здесь, и та, которая в кувшинах, и в фонтанах, и в домах, везде, вся вода стала кровью. И люди увидели это и сказали, знаете что, с таким Богом лучше не шутить. Пойду-ка я помажу свои косяки кровью. И они остались в живых, их первенцы, остались в живых. И это был первый праздник, который можно назвать праздником исхода, праздником спасения, но в первую очередь это праздник послушания. Это день послушания. Те, кто не послушались, того ждала смерть первенцев. И ладно бы, если, знаете, было бы, умер сам человек. Но бывает. Знаете, люди уже умирают. А тут просыпаются родители, а их первенец, первенец, для того времени первенец, это было все. Первенец, мертвый. Представляете, какой это удар? А если он уже престарелый, а у него один старший сын, а все остальные дочери, все, позор всей семье. Все, жизнь закончилась. Для них это было днем послушания. Они приняли эту заповедь и сделали то, что Бог им сказал. Что происходит дальше? Бог говорит, идите, идите, и я приведу вас в землю обетованную. И вот они идут. Сначала их сопровождает кто? 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 Столб огненный, сначала облачный, потому что они днем, утром выходили, потом огненный. Кто этот столб огненный и облачный? Бог. Почему Бог? Знаете, Бог пришел к Моисею и сказал, я ангела посылаю, с тобой. Ангел пойдет с тобой. Только смотри, не огорчай его. Помните? Моисей сказал, если ты не пойдешь, Богу говорит, я не пойду. Без тебя не пойду. И Бог говорит, хорошо, я буду идти с вами. И днем он был для них столбом облачным, куда столб шел, туда и они шли. А ночью он был столбом огненным, куда он шел, туда и они шли. Сколько времени они шли до до этого самого, до моря. Помните? Четыре дня пути. Четыре дня пути. Египтяне остались в воде, те видели жаб, смерть, град, саранчу, выживших своих первенцев, раздвинувшееся море, огненный столб, облачный столб, перешли через море, египтяне погибли. Так, они сказали Моисею. Написано, в Египте мы сидели на кастрюле с мясом. Так написано, аль сир басар, я шавну бомицраин. Моисей говорит, что вы мне? Вы ему? Он говорит, нет, ты с ним поговори, мы боимся. И на протяжении всего времени путешествия вот этого организованного тура по пустыне вокруг одной и той же горы на протяжении сорока лет еврейский народ делился на две части. Те, кто жили со своими старыми мыслями, помните, кто играл, Лада, где она? Лада, где Лада? Лада? Она тут говорила, землю взяла египетскую с собой, какая-никакая, а все же Родина. Он сказал, пока последний из вас, рожденные в рабстве, не умрет, в египетскую землю никто не войдет. Мы знаем, что в египетскую землю вошли только сколько людей из тех, кто был рожден в рабстве? А? Извиняюсь, в израильскую землю, простите. Хорошо, что вы меня поправляете, значит не спите. Сколько? Почему двое? Трое. Три человека вошли туда. Два саглядата и один Иисус Навин. Причем про саглядат их мы больше ничего не знаем. А вот про Иисуса Навина целая другая серия начинается. Почему они вошли в землю египетскую, а остальные рожденные в рабстве умерли? Потому что они не взяли с собой ту рабскую психологию, которая была у них в Египте. Они шли за Моисеем, они были послушны ему, они были его учениками, и они во всем видели позитив. Двенадцать человек пошли землю смотреть, а там такие, как я, три метра роста, ходят с таким видом, да, они говорят, не, ребята, это, нас там поубивают всех, вы что, ты вообще, там страшное дело. а двое сказали, нет, там все круто, там земля, текущее, молоко, как Бог сказал, так и есть. Смотрите, что происходит с нами в нашей жизни, когда мы получаем обетование от Бога, и Он говорит, будет вот так, а мы смотрим и говорим, да ладно, а что же вот это, вот это плохо, а вот здесь, а денег нету, а там еще что-то, а вот болезнь, Бог говорит, все будет классно, я знаю намерение о вас во благо, а не во зло, а мы говорим, нет, что-то это, ну как, ну плохо и Он говорит, хорошо, подождем, пока избавитесь от рабской психологии, и мы ждем, Он-то терпеливый, Он, кстати, не наказывает, кто верит в Божью кару, отрекитесь, Бог не карает, Библия говорит, Он иногда отходит в сторону, чтобы посмотреть, что у нас на сердце, но Он никогда не карает, Он наказывает, но не от слова бьет палкой, а от слова наказ дает, иди делай вот так, не хочу, иди делай вот так, сколько раз вы своим детям говорили, иди делай вот так, хотя они не хочу, ну это же нормально, да, когда Бог говорит, иди делай вот так, а мы не хочу, то это ненормально, мы же уже не дети, и вот Бог Я приведу вас в землю израильскую, но имейте в виду, что и там вы будете ходить вслед иных богов. Будете каждый раз грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться, пока я не приведу вам примирителя, какого обещал вам кто? Иосиф, еще когда умирал перед тем, как началось египетское рабство. Сегодня мы повторяем в нашей жизни путь евреев из Египта в землю обетованную. Бог нам сказал 2000 лет назад через Иисуса Христа, поверите в меня, в Иисуса, и я дам вам жизнь вечную. И даже если умрете, воскреснете. Так Он говорил. И эта жизнь вечная значит жизнь в присутствии Бога, потому что ничего просто так в Библии не написано. Если есть в начале, Библия с чего начинается? В начале Бог сотворил. Если есть в начале, будет и в конце. Три раза на протяжении только одной торы Моисей говорит о конце времен. Только на протяжении одной торы, три раза. Бог говорит, если есть жизнь вечная, значит есть и смерть вечная. Смерть вечная. Чего больше всего боятся люди? Смерти. Потому что они не знают, что будет за этим. Я уже говорил, читал в интернете очень классную вещь, и мне очень понравилось. Самой страшной пыткой в аду будет отсутствие любви. Самой страшной пыткой в аду будет отсутствие любви. И люди боятся туда попасть. Вот сегодня спросите, с тобой, кажется, говорили, спроси верующего сегодня. Ты уверен в том месте, в какое попадешь после смерти? Нет, не с тобой. Кто-то был похож на тебя. Или сидел тут же. Но неважно. Спросите у верующего сегодня, куда ты пойдешь после смерти? И некоторые говорят, ты знаешь, я уже не знаю. Стоп. Ты веришь в Иисуса Христа или ты не веришь в Иисуса Христа? Ведь все просто. Он говорит, уверуйте в меня и даже на суд не придете. Суд он о чем? Суд он о чем? Он о том, куда пойдете? В жизнь вечную или в смерть вечную? Если Иисус говорит, даже на суд не придете, а до этого Он говорит, я пойду место вам приготовлю. Это значит, вы куда пойдете? В вечную жизнь. Он говорит, а, ну да, 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 да. Я тогда верю в Иисуса Христа. Замечательно. Но Иисус говорит, не просто веруйте. Он еще говорит, соблюдайте заповеди мои. Ну так? Все помнят, как написано в Библии? Соблюдайте заповеди мои. И Он говорит, две тысячи лет назад, Он говорит, я принесу сам себя в жертву. Я привезу сам себя в жертву. А вы этой кровью помажьте косяки домов своих. Он же говорит, мы дом, храм Бога живого. Помажьте косяки этой кровью, и смерть вас не коснется. Но мы почему-то иногда берем с собой старую закваску. Смотрите, что пишет Павел. Давайте до Павла. Еще одну вещь хотел сказать. Вы, может быть, пропускали когда-нибудь, не обращали внимание на вот такое место Писания. Дело в том, что две тысячи лет назад нужно было по программе Бога, чтобы погиб Агнец и своей кровью искупил грехи. Об этом знали все. Особенно те, кто жили в духе. Особенно те, кто жили в книге. Книжники. Фарисеи об этом не знали. Им было не до этого. Они изобретали свои собственные учения. Чем занимаются с успехом до сих пор. А вот книжники и седукеи, они очень хорошо знали, что должен прийти кто-то умереть за свой народ. Давайте вспомним пророка Захарию, 12 глава. Написано. На Иерусалиме залью духа, что там умиления и благодати. И возряд на меня, которого пронзили. Там написано. На меня, которого пронзили. Все мудрецы во всех толкованиях говорят. Это стихи о том, что должен прийти кто-то божественного происхождения и искупить своей смертью грехи своего народа. Это было написано в 520 году до нашей эры. Смотрите, что говорит Каяфа. Один из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но и чтобы рассеянных чад Божих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Такой всеми ненавистный нам Каяфа был исполнителем, вот, будучи первосвященником, исполнителем Божьей программы. Он сказал, один человек должен умереть за весь народ. И положили убить его. Он спрашивает, евреи не убивали Иисуса? Его убили римляне. Нет, минуточку. Иисус кто? Мессия чей? Еврейский. Кто должен был принести жертву? Римляне? Евреи. Да, евреи не могли физически взять и убить его, потому что им было запрещено применять смертную казнь, даже побиение камнями в то время. И поэтому они сделали все, чтобы это произошло руками других людей. Но физически, кто кричал Пилату, который сказал, не вижу в нем греха достойного смерти, кто кричал распни его? Римляне? Евреи. И когда он сказал им, нате вам вараву, кстати, варава на иврите звучит как бараба, то есть сын отца. Угу, имеющий уши-то услышит. Сын отца, бараба. Говорит, нате вам сына отца, а Иисуса, написано, предал на распятие. И они сказали, кровь этого человека на нас и на наших детях. И сегодня мы имеем тот самый завет, о котором мы говорили с самого начала, и Андрей говорил, мы имеем завет в крови Иисуса Христа, потому что две тысячи лет назад он пришел, как пасхальный агнец, был принесен в жертву. Его одной капли крови хватило, чтобы искупить все наши грехи. Наши, твои, 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 Его. Все грехи до рождения Иисуса. Все грехи людей после рождения и смерти, и воскресения Иисуса. И этой кровью мы помазаны. Мы просим тебя, Иисус, омой нас своей кровью, но при этом уходим в сторону от соблюдения Его заповедей. Мы уходим в сторону от соблюдения Его заповедей, и этого делать нельзя, потому что, если мы будем уходить в сторону от Его заповедей, мы будем ходить 40 лет вокруг одной и той же горы, каждый день, пока наша рабская психология не умрет там. И у каждого атрибута этого ритуала спасения, который был в... в Египте есть свое значение. У Агнеза есть свое значение. У этого Изова есть свое значение. У похлебки есть свое значение. И у непереломленных костей есть свое значение. И почему нужно было быть подпоясавшись, одетым и с посохом кушать это все? У этого есть свое значение. Но свое значение есть и у Мацы. И это один из главных атрибутов Песоха, как у иудеев сегодняшних, так и тогда. Потому что Бог не хотел, чтобы мы брали с собой ничего старого. Он хотел, чтобы мы были новые, без всякого груза, запаса. Кто когда-нибудь заквашивал тесто? Есть такие люди? Кто-нибудь помнит такой процесс? Когда заквашивают тесто, я помню, в доме нельзя было громко разговаривать. Нельзя было ходить, нельзя было открывать двери, нельзя было, чтобы был сквозняк. То есть смотрите, сколько значения люди придают всего-навсего тесту. Тесту! Его через полчаса замесят, через два часа превратят в пирог, через час едят. Но сколько нужно было внимания ему уделить? И Бог говорит, не берите с собой ничего квасного, избавьтесь от всего квасного, от всего, чего приготовили, избавьтесь. И идите свежими, без багажа. Павел пишет в своем послании, он говорит, что... Давайте прочитаем это местописание, я думаю, вам нужно его себе отметить. Павел говорит, итак, это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Итак, очистите, написано, старую закваску. Мы сегодня видим очень много в Фейсбуке, там в Инстаграме картинок, наша Пасха Христос, наша Пасха Христос. Да, однозначно, наша Пасха Христос, закон за нас. И в этом проявилась любовь Бога к нам, что Он умер за нас, еще когда мы были грешниками. Но здесь Павел пишет, итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, закон за нас. Что значит очистить старую закваску? Почему это слово вообще здесь фигурирует? Иисус сказал, бойтесь закваски фарисейской и седукейской. То есть закваски основаны на чем-то старом. Бог говорит, все творю все новое, старое прошло. И Он хочет, чтобы мы перешли этот рубеж спасения Его кровью, перешли его чистыми, бесквасными, чтобы мы начали печь новый хлеб, получать новую манну небесную с небес, новых перепелов, чтобы нам туда посылали, чтобы мы не забывали воздать славу Богу, когда бьем посохом по скале. Но этого всего не было в Египте. Там был вечно зеленый Нил и вечный фараон. Этого всего не было. В пустыне было плохо. Но смотрите, что происходит. Как бы тяжело в пустыне, да, согласен. Кто здесь был в пустыне когда-нибудь? Тяжело, да? Но смотрите, что пишет под конец книги Второзакония Моисей. Он говорит, 40 лет вы ходили по пустыне из земли египетской, дома рабства в землю обетованную. Написано, обувь ваша не сносилась, одежда ваша не обветшала, и не было болящих в коленах Израилевых. Если у кого-то колени болят, это вам не было болящих в коленах Израилевых. Не было. То есть Бог позаботился обо всем изначально. Даже в том случае, когда Он говорил, всех уничтожу, говорит, только Моисей останется. От тебя произведу новый народ. Моисей говорит, нет. Бог гневался на свой народ, но Он обо всем позаботился. Обо всем позаботился. И сегодня, когда мы переходим в новый рубеж, когда мы переходим в новый завет, есть место причастия к этому завету не только хлебопреломлением, как телом Христа, телом за нас сломимым, и не только вином, олицетворяющим кровь Христа, но и послушанием. Послушанием в исполнении Его заповедей. И в частности, Он говорит, не берите с собой, когда Он посылает своих апостолов, не берите с собой ничего. Не берите с собой ничего. Я обо всем позабочусь. Люди позаботятся. Праведники никогда не останутся с протянутой рукой. Мы не можем идти в новый мир со старыми своими привычками. Мы можем идти только с новыми привычками. И это то, о чем это Пасха. Оставить закваску, принять на себя кровь Иисуса, выполнить все Его заповеди и прийти в землю обетованную без ропота. Никто не сказал, что будет легко. Но мы придем в землю обетованную, в вечную жизнь с Иисусом Христом в окончании времен. Давайте помолимся. И сегодня, пусть для каждого это будет рубеж. Хватит играться в игры. Мы приняли на себя этот завет. Мы народ Божий. Мы получили обетование от Всевышнего в том, что мы будем идти и придем, вводимые Духом Святым, придем в вечную жизнь. Отец Небесный, мы перед престолом Твоей благодати сейчас преподносим все наши грехи, грешки и грешочки. Мы преподносим весь свой ропот, который был у нас на протяжении того, что мы ходили с Тобой, потому что мы не хотим быть израильским народом ропчущим. Мы хотим быть израильским народом послушным. Мы хотим быть детьми Твоими послушными. Мы хотим прийти в послушание Твое. Мы хотим прийти в землю обетованную, которую Ты завещал нашим предкам. Мы хотим быть маслиной природной, пусть даже не по происхождению, но по образу мысли своей. Мы хотим оставить все старое в прошлом. Мы хотим оставить это за большой дубовой дверью. Мы хотим новую закваску принести в свою новую жизнь. Мы хотим быть заквашены Твоими заповедями, потому что малая закваска квасит все тело, все тесто. Мы хотим, чтобы эти заповеди заквасили нас всех, и мы принесли большой плод. Господь, я прошу сейчас за каждого здесь сидячего, Господь, коснись сердец каждого здесь, Господь. Пусть эти сердца откроются для Тебя, пусть они начнут слышать Слово Твое, Господь. Отец, я прошу Тебя, просто призови их к Иисусу Христу заново, потому что Иисус, Ты сказал, что никто не придет, если Отец не призовет. Господь, призови каждого еще раз. Призови, дай нам услышать Тебя, потому что Ты стоишь и стучишь в сердца каждого. Мы хотим слышать этот стук. Не стук рутины, не стук дьявола в наши сердца, а стук Иисуса Христа в наши сердца. Господь, я благодарю Тебя за милость Твою, которая обновляется каждый день, благодаря которой мы живы. Господь, я благодарю Тебя за благодать Твою, которая обогащает и печали с собой не приносит. Господь, я благодарю Тебя, что Ты выводишь нас из дома рабства, рабства греха, рабства непослушания, рабства ропота в Твою землю обетованную, в Твой шаббат, в Твое царствие. И пусть оно с нашей помощью, будучи Вадимом и Духом Святым, расширяется здесь, на этой земле, во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Авель. И я хотел бы сейчас обратиться еще в зал и спросить, если здесь есть кто-то, кто еще не помазал стенки своего сердца кровью Иисуса Христа, те, кто еще не принял Господа в свое сердце. Вы слышали здесь проповедь на эту тему, да, то есть это параллель между Песохом и тем, что сделал для нас Иисус. Он был этим агнцем, закланным за нас. И те, кто сегодня еще не примирился, я обращаюсь к тем людям, кто еще не примирился с Богом, кто не принял Господа в свое сердце, кто не принял то, что Он сделал, Его кровь, что Он пролил. Я приглашаю вас сейчас прийти сюда. Это просто знаменательный день, потому что на самом деле это время выхода из рабства из Египта и входа в новую землю обитованную. И это именно в этот праздник, праздник Песох, это знаменательное событие для всего еврейского народа. И я хочу пригласить тебя, если ты еще не примирился, я приглашаю тебя, выходи, выходи, не жди, не жди, выходи. Халилюя. Давайте поприветствуем. Халилюя. Есть еще кто-то, кто хотел бы примириться, потому что, послушай, мы не знаем, что произойдет с нами завтра. Ты не можешь знать, что произойдет с тобой завтра. Ты даже не можешь знать, что произойдет сегодня с тобой. Мы не знаем, сколько нам еще отмерено. Когда я пришел к Богу, я думал, вау, почему я так поздно пришел? Но слава Богу, что я оглядываюсь назад, сколько было времени, сколько раз меня я мог погибнуть, сколько раз стреляли, сколько раз я в авариях был. И сегодня я живой, благодаря тому, что Иисус, я увидел все, как Он спасал меня. Все эти все, Он мне показал в тот момент, как я покаялся. Он мне показал, как Он руку свою постоянно держал на дому. И я еще раз хочу призвать, не будь этими облаками, которые безводные, которые ветром гонимые. Я приглашаю тебя, если ты еще не принял Господа в свое сердце, выходи. Выходи, это твое время. Это твое время. Господь стоит и стучит в твое сердце. Написано, непрестанно стучит. Если ты не принял его еще в свое сердце, открой двери своего сердца для него. Хорошо. Как тебя зовут? Доброслав. Доброслав. Здорово. Халилюя. Откуда ты? В Луганск, Украина. Вау, здорово. Халилюя. Давайте поприветствуем. И я поведу сейчас тебя в молитве. Хорошо. А ты последуешь за молитвой. И говори это от всего сердца. Написано, где двое или трое соберутся во имя Его. Там и Он посреди. И сейчас Дух Святой, Он здесь. Сам Господь здесь. И Он слышит твою молитву. И в этот момент ты будешь рожден свыше. Халилюя. Повторяй за мной. Дорогой Небесный Отец. Прямо сейчас я каюсь. Я признаю, что я не слушал тебя. Не почитал тебя. Не исполнял твои заповеди. И прямо сейчас я каюсь. И я прошу тебя. Прости меня. Я благодарю тебя за то, что ты сам искупил своей кровью меня от всякого греха. и прямо сейчас я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты спас меня и дал мне жизнь и жизнь с избытком. И прямо сейчас я открываю свое сердце для тебя, Иисус. Войди в мое сердце. Будь моим господином. Будь моим спасителем. Я благодарю тебя за твою кровь. спасибо тебе за этот переход из царства тьмы в царство твоего света. Спасибо тебе, Иисус. И все это я молился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И мы помолимся за тебя. Халилюя. Господь, я благословляю его сейчас во имя Ищуа. Я благодарю тебя, Господь, что в этот момент ты даешь ему рождение свыше. Дух Святой, я прошу тебя, наполни его сейчас и дай ему пережить это, Господь. Халилюя. Спасибо тебе, Иисус. За то, что ты пролил свою кровь за него. И прямо сейчас ангелы на небесах ликуют об одном грешнике кающемся. И прямо сейчас ликуют и празднуют, халилюя, спасение еще одного человека. Вывод еще одного человека из тьмы в твой свет. И прямо сейчас мы благословляем. Господь, я прошу тебя, храни его. Господь, я прошу тебя, держи его на путях твоих, Господь. И я прямо сейчас благодарю тебя за то благословение, за эту жизнь, новую жизнь в тебе, Господь. Халилюя. Спасибо тебе, что прямо сейчас ты внутри его есть, что ты сейчас в нем. Халилюя. И с этого момента он начнет видеть все по-новому. Он будет смотреть твоими глазами, он будет слышать, как ты слышал, он будет иметь то же самое откровение, которое ты имел, Господь. Халилюя. Прямо сейчас я благословляю и благодарю тебя за твой разум, который ты даешь ему прямо сейчас. спасибо тебе, Иисус. И да будет прославлено твое имя в его жизни. И все да скажут Амин. Амин. Добрый слав. Это самый лучший твой день в жизни. Самый важный и самый ответственный день. И ты сделал правильное решение. Я поздравляю тебя. Иди за Господом. И он прославится в тебе. Амин. Амин.